Реконструкция фресок Благовещенского собора Супрасльской мужской обители, расположенной к северо-востоку от Белостока, началась два года назад и вызвала всплеск интереса к наследию балканско-подлятских связей. Ведь в 16 веке только что построенный храм расписывал сербский монах Нектарий. После разрушения Благовещенского храма гитлеровцами в 44 году, оставшиеся в небольшом количестве оригинальные фрески были сохранены и ныне доступны для обозрения в уникальном Супрасльском музее иконы. Конечно, восстановление Благовещенского собора, которому положил начало и ныне опекает блаженнейший митрополит Варшавский и вся Польша Савва, не могло не закончиться восстановлением и росписей, и вновь были задействованы связи с Балканами. Мы положили фрески первые под влиянием киевско-печерским сербы. И мы решили, чтобы сербы в эту эпоху, теперь 21 веке, восстановили. Мы хотим восстановить так, как было. Более-менее, так трудно сказать, но в этом душе. Как оценивать ту часть работы, которую сделали? Очень хорошо оцениваю. Люблю Сербию и люблю живописцев сербских. Благовещенский. По столетия, словно предвидя агрессивное насаждение латинского учения среди русских жителей Подлясья того времени, отображали в фресковой росписи положение символа веры. Они пришли с какой-то одной задачей – представить изображение всех этих композиций и фресков так, как согласно с учением православной церкви. Мы здесь не находим ничего другого, только как происходило учение православной церкви. Вот именно здесь мы находим такой пример. Вот догма о происходении Духа Святого. Вот изображение в наших фресках супраскист, то, что напротив Бога Отца изображение, символ голубины, это означает, что происходит Дух Святый от Бога Отца. Они и сына, как в этой филеокве, уже было в римно-католической церкви, введено в то время в Речи Посполитой. Восстановлению фресок помогли как частично сохранившиеся в музее иконы оригинальной работы монаха Нектария с братьей, так и фотографии конца 19-го – начала 20-го веков. К сожалению, фотографии алтарной части, роспись которой начнется в последние декады сентября, неизвестны. Поэтому роспись будет вести с учетом научных и экспедиционных изысканий исследователей супрасльских фресок. Есть такая теория, что Нектарий пришел в Польшу с Афона. И когда я был на Афоне, смотрел, что есть фрески, похожие на эти, которые в супрасли, или наоборот, в супрасли фрески, похожие на те, которые на Афоне. Нам видно, что румынские фрески, которые мы в это время найдем, сделаны в Румунии, тоже в супрасли есть какие-то элементы. А теперь тоже увидели, что на Венгрии есть храм, в котором сводная часть очень похожа на эту супрасли. Но можно так сказать, или думать так, что когда Нектарий шел здесь в Польшу, он смотрел, и он этот храм видел, и здесь немножко элементов тоже супрасли сделал. Современные церковные живописцы и исследователи фресок словно повторяют путь монаха Нектария, а главное, свидетельствуют о восстановлении древних духовных и культурных связей православных Балкан и Восточной Европы. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз». Супрасль, Подлясье, Польша. Супрасль, Подлясье, Польша.